...подготовил серию антиконституционных законов. Этими законами она внесла изменения в процессуальное законодательство. Ужесточила ответственность за административные правонарушения. Она вела ответственность за так называемое распространение экстремистских материалов, которые отнесутся разбитыми формулировками. И из-за этого закона ничего не понятно, что это означает. Власть остановила ответственность за так называемый наклев, за клевету. Теперь каждое слово в сторону власти, каждое упрямленное слово будет приравниваться к уголовному правонарушению, к преступлению. Это означает уничтожение свободы слова, свободной прессы. Это действие, которое практически власть затыкает на ворот. Это уничтожение полности демократии. Все значатки свободного общества в нашем стране прекрасной, которая до этого момента не имела места. Сейчас это происходит, просто все завоевания, все истории нашей возрождаются на новый тоталитарный режим, с новой силой. Вандитская власть несет все те же признаки, что и сталинский режим, что и все фашистские режимы. И в суд их не одна, это авторитаризм, это иерархия, желание загнать людей в стояк, сделать из людей посущное мясо, сделать из людей средства производства, которые будут молчаниками их фабрики, забоды отрабатывать и умирать на пенсии от голода. Эти антиконституционные законы приняты в кончайшие сроки в нарушении регламента Верховной Рады Украины. Они являются деконституционными, потому что сужают конституционные наши права. Власть фактически наплевала на конституцию, все их действия действует вне правового плана. Это наша надежда только на самом деле физическое противостояние. Мы должны бороться за демократию, за свободное общество. Общество, где не будет концлагерей, не будет политических репрессий. Где людей не будут за ни за что кидать, на месяца, годы, в тюрьму. Где людей не будут вареновать, где не будут применяться оплитки. Мы должны бороться за свободное общество, за демократию. Любая власть ведет к диктату. 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 Это власть убивает людей. Что нужно говорить? О каком правительстве, которое убивает людей? Если в Европе происходят какие-то беспорядки. Одного человека, если убьют, даже если начинается массовая разбирательство министров. Сменяться всех постов. Это скандал общественный. У нас это воспринимается нормально. Если это власть в саммитном ангеле, мы будем убить все очень плохие последствия. Если гарантией демонтирования этой вертикали является нашей действием, то мы должны уставить низовой протест против авторитаризма. Из-за прямой демократию и общества, где все будут в безопасности. Спасибо!